Привет, добро пожаловать на канал Информ ТВ. Веронике Изотовой самой судьбой был уготован актерский жизненный путь. Но о чем еще могла мечтать девочка, родители которой известные артисты? Папа – заслуженный артист России Эдуард Изотов, сыгравший в знаменитой сказке Морозко – Иванушку. Мама, актриса кино и театра Инга Буткевич, снималась в роли царевны в фильме-сказке «Огонь, вода и медные трубы». Да и сама Вероника уже в 11 лет появилась на советских экранах в роли Майки Вяземской в драматической картине «Мальчики». К тому моменту, когда она поступила во ВГИК, на ее счету было уже три киноработы. Еще активнее она начала сниматься в студенческие годы. Особую популярность принесли ей картины «Время и семья конвей», «Семь криков в океане» и «Одиночное плавание». Когда она училась на последнем курсе, то познакомилась с выпускником режиссерского факультета Александром Панкратовым-Черным. Он был старше на 11 лет, но это не помешало их бурному роману. Мама Изотовой была от Александра совсем не в восторге. К тому же он сам не мог сделать окончательный выбор между Вероникой и Юлией Монаховой, которая совсем недавно родила от него сына. Но как только Изотова узнала о наличии ребенка, то сама разорвала отношения с Панкратовым-Черным. А вскоре она познакомилась с богатым бизнесменом Валентином Бубенцовым. В 1982 году они сыграли свадьбу и у супругов родилась дочь Дина. Но когда муж стал ревновать и требовать, чтобы Вероника оставила кино, девушка от него ушла. В 1987 году Изотова играла эпизодическую роль в комедии «Где находится на филет» и столкнулась там, как вы уже догадались, с Панкратовым-Черным. Былые чувства вспыхнули с новой силой. Влюбленные оформили брак, но он продержался меньше года. Александр выпивал, были постоянные ссоры. Но все это время в жизни Изотовой присутствовал бывший муж – Валентин. Он общался с дочкой, помогал Веронике ухаживать за больным отцом, поддерживал ее в трудных ситуациях, вытирал все слезы. А постепенно они сошлись и через несколько лет снова пошли в ЗАГС. И тогда Вероника окончательно сдалась. Счастливо они живут до сих пор. А все потому, что на этот раз актриса все-таки поставила на первое место семью, а не карьеру. Последний раз она снялась в кино в 2009 году. Сейчас все свободное время они с мужем посвящают любимой внучке, которую назвали в честь бабушки Вероникой. А вы помните замечательную актрису Веронику Изотову? Какие роли у вас самые любимые? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!